В Красноярске провели смс-голосование среди театралов, чтобы выяснить, что они хотят видеть на сцене. Зрители выбрали пьесу об ипотеке. И теперь спектакль на такую прозаическую тему собирает аншлаги в Театре юного зрителя. Постановку о современных мечтателях и их заветных желаниях посмотрел Сергей Сыркин. Куда делись сырки? Ванильные, в глазурь 84 штуки! Вы что, их съели, что ли? Пропажа коробки глазированных сырков вряд ли бы лихо закрутила детективный сюжет. А вот для начала актуальной комедии в самый раз. Продавщица Вера крадет коробку из киоска, где работает, ради промо-этикеток, собрав энное количество которых, можно выиграть бытовую технику. Я знаете, сколько конкурсов выиграла? Мне уже два тостера прислали, футболок штук пять и подписку на журнал. Если все эти призы продать, как раз на первый ипотечный взнос хватит. Ипотека и Вера, мать ее, выдуманная челябинским журналистом Егором Черлаком, это пьеса о мечтах современных людей. Главный из которых, конечно, своя жилплощадь. Вера пытается материализовать мысли об ипотечном кредите. Даже дочку называют ипотекой или ипочкой. Это ласково. На зрительский успех постановка была, пожалуй, обречена. Ведь в репертуар красноярского тюза ее включили именно зрители. СМС голосованием вход на репетиции новых пьес был открыт всем. Это так называемые творческие лаборатории, когда приезжий режиссер, в данном случае москвич Семен Александровский, работает с неизвестной ему местной труппой. У красноярских артистов на постановку было всего три дня. Мы даже не успевали выучить тексты, мы ходили с текстами, то есть на первом спектакле. Поэтому говорить об импровизации тут невозможно. Это похоже все-таки на жизнь. Так быстро вжиться в роль артистам помог, видимо, жизненный опыт. Своей квартиры ни у одного из артистов нет. Юлия Наумцева живет в театральном общежитии. Комната чуть больше киоска, где работает ее героиня. Здесь раньше были производственные цеха театра. Про ипотеку семья артистки подумала и забыла. Считали, но даже не пошли никуда, ни по каким банкам, потому что ходили до нас и говорили, что да что с вашими зарплатами куда там. Нет, конечно. Дополнительные квадратные метры, конечно, не единственная мечта героев спектакля. Полицейский желает большой любви, а сменщица веры славы. В конце представления все персонажи оказываются по ту сторону занавеса в огромном зрительном зале, чтобы каждый мог поверить, что он не одинок в своих мечтах. Сергей Сыркин, Виктор Мельник, Сергей Леонов, Евгений Матвеев. Телекомпания НТВ. Красноярск. Спасибо. Спасибо.